Нижневартовский проект Центра поддержки семьи попал в топ-100 фонда президентских грантов. Он прошел отбор и был выбран из более чем 4000 работ со всей страны. Проект «Грудное вскармливание. Основа жизни» берет свое начало еще в 2018 году и был создан исходя из запросов женщин, с которыми и работает Центр поддержки семьи. Здесь все делается для сохранения семейных ценностей и поддержки материнства. И проект, посвященный грудному вскармливанию, помог уже более тысячи молодым мамам. Он создал целое сообщество волонтеров, обученных консультантов, которые проводят как онлайн, так и очные консультации. Регулярно организуются также и лекции, и семинары. Причем этот проект подразумевает в том числе и некую психологическую поддержку и обмен опытом. Стоит отметить, что в этом году в топ-100 президентских грантов вошли еще два проекта югорчан. Женщине часто, нужно сказать, не волнуйся, не расстраивайся. Так бывает, это временно. Потому что когда женщина впервые попадает в тот момент, где ты теряешь просто себя, потому что ты не спишь, ты не так питаешься, ты не думаешь о том, о чем ты думала всю жизнь, потому что у тебя на руках маленький ребеночек, и он теперь Центр своей Вселенной. Женщины иногда думают, что все, это крах. Крах личности собственной. И вот тогда есть другие мамы, опытные уже мамы, да, или есть консультанты наши по грудному скармливанию, которые говорят, ты не переживай. Эта тема настолько актуальная, да, в сообществе, не только женском, но и профессиональном, что проект, который разработан Светланой Тумановой, был поддержан дважды фондом президентских грантов. Продолжение следует...